Привет, друзья! Меня зовут Тимур Ведерников, и сегодня я хотел бы вам рассказать о новых струнах и поставить один небольшой эксперимент. Струны эти называются Acoustic Science. Вот так вот они выглядят. Это новая разработка. Струны покрыты не привычным полимером, а специальной новой какой-то молекулярной истории, которая по жесткости не уступает металлу, и поэтому нету ощущения, что ваши струны покрыты каким-то пластиком. Я хочу прямо на ваших глазах сейчас поставить их, потом у меня сегодня будет концерт, и после концерта я хочу точно также снять, изменилось ли звучание гитары, насколько они выдержали концерт и насколько они долго могут работать. Итак, сейчас мы будем менять струны. Кстати, при смене струн очень удобно пользоваться вот такой вот штукой. Конечно, на концерт ее не возьмешь, а дома вполне... Так... Часто бывает, что вот этот вот штыречек, он называется пин, очень тяжело вытаскивается. Что нужно сделать для того, чтобы вытащить его быстро? Не нужно использовать плоскогубцы, не нужно использовать ножи, как я раньше делал, и очень часто остаются потом вот такие вот страшные царапины на гитаре. Все очень просто. Нужно взять струну и попытаться ее просунуть внутрь. Вот так. Оп! И теперь это вытаскивается очень легко. Вот, собственно, и все. Так, поехали дальше. Мы меняем струны. Открываем наш пакет. Очень интересная упаковка, очень здорово она выглядит. Струны здесь в абсолютном вакууме. Я слышу, как туда врывается в воздух. Итак, вот они наши новые струны. Даже наклеечка есть. Наклеечка нам пока не нужна. Вот. Я обычно меняю струны сразу. Вот снял струну и сразу ставлю. Итак, струны здесь комплект, который Acoustic Light 1252. То есть сейчас я ставлю струну 52. Фоксерная бронза. Итак, поехали. Сначала мы ее ставим здесь. Закрепили. А теперь еще один совет, как здесь правильно ставить струны. Есть много разных способов. Кто-то рекомендует на расстояние ладони, кто-то еще. Есть гораздо проще. Вот вы берете струну, отмеряете расстояние от колка, который вам нужен, до следующего колка. Да. Собственно, вот столько у нас получается. И здесь эту струну уже можно либо сломать, вот как я сейчас это делаю, либо перекусить плоскогубцами, что, конечно, гораздо быстрее. Но плоскогубцы я сейчас просто не нашел. Или кусачки какие-то. Вот и все. Раз. Мы сломали струну. И теперь засовываем ее. И здесь важный момент. Когда вы начинаете закручивать, первый виток вы прокручиваете сверху, а второй снизу вот этого отрезка, который выглядывает из-за отверстия в колке. И, собственно, все. Ваша струна уже даже сейчас надежно зафиксирована. И еще один момент. Струна обязательно должна лежать на колке. Не на витке струны, а именно на колке. Тогда достигается максимально точная передача звука, максимально полная. Итак, поставили струну. Теперь ее можно немножко так оттянуть. Поехали дальше. Поехали дальше. И мы получаем вот такой вот звук. Поехали дальше. Посмотрим, что будет после концерта. Увидимся. Как я уже обещал, после вчерашнего концерта я снова с вами. Итак, я вчера отыграл довольно-таки жесткий концерт. Много играл на гитаре. И что хочу сказать. Ну, во-первых, струны на концерте звучали отлично. И после концерта, вот сегодня утром, я сознательно их ничем не вытирал, не протирал. А вот так вот, как они вот вчера, вот поиграл, положил гитару в чехол. Что мы имеем. Они звучат как абсолютно новые струны. Это очень здорово. В чем отличие этих струн от струн, например, эликсир? Дело в том, что эликсир покрыт пластиком. И через какое-то время, когда вы играете, пластик начинает шелушиться. И все равно струны перестают звучать. И потом, если честно, мне не очень нравится вот это ощущение пластика на струнах. Здесь же струны покрыты на каком-то молекулярном уровне. Покрытием, которое по своей твердости не уступает железу, из которого сделана струна. Поэтому его практически ты никак не ощущаешь. Но струна при этом защищена. И я думаю, что такая струна будет звучать гораздо дольше. Таким хорошим, новым звуком, как будто вы только что поставили эти струны. А это здорово. Теперь главное, чтобы эти струны не рвались. Итак, друзья, это был эксперимент со струнами Acoustic Science. Вчера они были поставлены перед концертом. Затем на них был отыгран целый концерт. И сейчас они звучат как новые. Конечно, правильнее было бы сделать такой эксперимент после концертов двух-трех. Но, честно говоря, у меня на это никогда не хватало терпения. Так что простите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok